Почему людям скучно? Ты не оратор, садись. Поймайте его быстро. Что делать, когда что-то пошло не так? Выргутся матом, швырнуть свой портфель в стену и начать кричать. Люди начали потихонечку зевать. Берет стул, замахивается, подходит к своей переводчице, начинает делать ей массаж. Аудитория потеряна. Что если кто-то запустит вам тортом в лицо? Тут уже лей воду, не лей. Как попросить повышение зарплат? Больно мне больно, не унять эту злую боль. Сначала дай, потом проси. А с чего начинать лучше? То, что нам мешает, то нам поможет. Какая надпись на заборе? Говорить с людьми, как с людьми. Иногда у каждого из нас возникают ситуации, когда нужно срочно занять деньги. Сделать это быстро и выгодно поможет партнер нашей программы Почта-Банк. Теперь вы можете взять кредит на любые цели с гарантированной ставкой 5,9% годовых без страховок, залога или поручителей. Оформить кредит можно прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео. Одобрение кредитов в день обращения в течение одной минуты. Совсем другой банк. Почта-Банк. С вами Марьяна Минскер. Здравствуйте. Нам надо поговорить о внимании, о том, как его удержать. Со мной в московской студии RTVI, кандидат психологических наук, бизнес-тренер Сергей Кузин. Сергей, я тебя приветствую. Спасибо, что нашел время. Ну вот смотри, всем нам знакома ситуация, когда мы рассказываем какую-то полезную информацию, интересную, как нам кажется, историю, а нас не слушают. Все смотрят в экраны своих телефонов, это еще в лучшем случае. Что с этим делать? Это правда. Мы боремся за внимание с самого рождения. Можно представить себе ребенка, который кричит, еще не зная слов. У него на голове вены набухают. И вот это вот ощущение с детства, нас не слышат, нас не слушают, идет за нами. А сейчас 10 тысяч сообщений в день каждый из нас получает. И вот этот эффект бутылочного горлышка, когда все не пролезает, невозможно даже все понадкусывать. Приходится игнорировать. Поэтому если вы бьетесь за что-то, за чье-то внимание, вы обречены на невнимание. Нужно быть готовым к невниманию. Нужно принять его как возможную реальность. А если ты все-таки с ним столкнулся, собраться, выдохнуть, досчитать до 10 и включить целый арсенал приемов по управлению. О наших приемах управления вниманием мы и поговорим. Вот для начала, как привлекать внимание? Да, один из действенных способов сослаться на одного из присутствующих в зале. Для этого хорошо бы прийти в этот зал, например, за полчаса и пообщаться. Вот у нас в студии Максим, например, сейчас. Я с удовольствием бы сослался на него, если бы выступал. До начала своего выступления мы общались с Максимом, и он подсказал мне, чего точно нельзя здесь говорить. И вот как раз об этом, друзья, мы с вами сейчас и поговорим. То есть отсылка, совершенно верно, отсылка к одному из присутствующих в зале по имени, очень важно, по имени. Даже если зал не знает этого человека, зал воспринимает себя как единый организм. И когда ты ссылаешься на одного, ты активизируешь внимание не только того, кого назвал по имени, но и всех. Так, еще. Какие есть приемы? Перечисляю все. Это то, что я называю зацепки или крючки внимания. По сути, я обучаю бизнес говорить так, чтобы его невозможно было не слушать. Один из действенных способов – это цитата. Только не цитата Чехова с фотографии Чехова на слайде из серии «Краткость сестра таланта». О, боже, как это лицо, ладонь. Мы все это знаем, мы все это слышали. А цитата людей, таких же, как ты, таких же, как я. Например, если ты подслушал цитату сотрудника, записал клиента на диктофон, да, его нельзя цитировать, но ты вывел его профиль, как бойца альфа группы, и вот такой профиль с тобой измененным голосом говорит, это сразу цепляет внимание, потому что это нестандартно. Цитировать можно и нужно детей, своих детей, детей сотрудников. Когда ты цитируешь ребенка, а он часто выдает очень глубокие такие, знаешь, умозаключения, да, на которые можно ссылаться, это нестандартно. Нестандартные цитаты детей, знакомых, даже надписи на заборе может работать лучше, чем, например, цитата Сократа или Аристотеля. Какая надпись на заборе? Надпись на заборе, вот, знаешь, шел вдоль забора и пытался прочитать цитаты, ни одной не разобрал. А то бы процитировал, потому что вот сфотографировать то, что ты заметил в жизни, вывести это на слайд тут же и в моменте процитировать, лучше, чем гуглить картинки, например, и брать из фотобанка давно известную вещь. А если не давно известную вещь, а кого-то из наших известных и популярных современников, не знаю, Илона Маска, условно, или... Можно это сделать, но при этом будь готов к тому, что это уже кто-то сделал до тебя. Ожидаемость враг внимания. Если ты хочешь захватить внимание, тебе придется быть неожиданным и цитировать кого-то, кого еще никто не цитировал. А вообще, вот скажи мне, почему людям скучно? Кроме того, что ты назвал уже, то, что огромный поток информации, мы просто физически не успеваем все перерабатывать. И всегда ли, когда люди смотрят в экраны телефона или зевают, это верный признак того, что человеку скучно тебя слушать или нет? И в чем истинная причина невнимания? Истинная причина невнимания в том, что это способ спастись от постоянных информационных атак, которым подвергается человек сегодня. И выжить в постоянном внимании невозможно. Это наша такая щелка в мир, и если мы будем принимать в себя все, мы просто сгорим. Что касается второй части твоего вопроса, если человек смотрит телефон, это отнюдь не означает его невнимание. Он тебя гуглит, он на тебя подписывается в Инстаграме, он записывает то, что ты сказал. И поэтому хорошее выступление начинается сейчас не словами «уберите свои телефоны» или «выключите свои телефоны», а «достаньте свои телефоны», «включите свои телефоны», «приготовьте свои телефоны», потому что на слайде будет QR-код, по которому ты перейдешь и проголосуешь, а результаты голосования сразу же окажутся на экране, по которому ты перейдешь, подпишешься, скачаешь, или вступишь в общий чат или форум с другими находящимися здесь участниками. То есть сейчас цифровые технологии предлагают спикеру гораздо больше возможностей, чем раньше, для удержания внимания. Поэтому если ты смотришь в телефон, это не означает, что ты меня не слушаешь. Да. Вот смотри, приемы удержания и привлечения внимания отличаются в зависимости от аудитории. Вот, например, выхожу я на сцену, и передо мной много людей, огромный зал, ну, от десятков до тысяч, до нескольких тысяч, например. Или же я просто в кругу своих друзей на вечеринке встаю и хочу либо сказать тост, либо рассказать какую-то историю, которая, как мне кажется, интересна, со мной произошла, и важным другим было бы ее тоже послушать. Они одинаковые, и вот эти приемы, для разных аудиторий или нет? Приемы одинаковые, применяются по-разному, по отношению к разному аудитории. Рассказывай. Ну, взять, например, выступление старого монаха перед выпускниками московских школ. Что общего может быть между, например, патриархом и девушкой 17 лет? Да ничего общего. Но патриарх, как мастер внимания, выходит и говорит, когда я закончил школу, будучи человеком сдержанным, я не нашелся ничего, не нашел ничего лучшего, кроме как швырнуть свой портфель в стену и начать кричать. Вот такой выброс эмоций. Что это такое? Это отсылка к реальности моего зала. Да, принцип близости. Но принцип близости с выпускниками сработает одним способом. Принцип близости с топ-менеджерами крупной компании другим, а учениками средней школы третьим способом. То есть принцип тот же самый, но применение его разное. Или взять сторителлинг, всем известный. По сути, патриарх рассказал историю про себя. Принцип самораскрытия. Хочешь раскрыть свою аудиторию, раскройся. Он и рассказал историю, и раскрылся, и использовал принцип близости, заточив эти приемы под ту аудиторию, которая сейчас перед ним сидит. Ты можешь привести примеры привлечения внимания от каких-то людей, которые лично для тебя являются такими вот, ну, какими-то флагманскими, знаковыми, которые тебе запомнились? Я был студентом в конце 90-х. Московский университет. Приезжает Жак Сигела, глава предвыборного штаба Ельцина. Не говоря ни слова, заходит в зал студентов, 450 человек, поточная аудитория, берет свои книги и начинает швырять их. Одну, вторую, потом стопку книг, потом берет стул, замахивается. Взрыв смеха среди студентов. Подходит к своей переводчице, начинает делать ей массаж. И тема выступления – массаж мозга целевых избирателей во время политической кампании. Хорошо. Как его сделать? Прошло больше 20 лет, я помню это выступление, как сейчас. Причем я практически не помню, что было сказано. Но я помню, что я чувствовал, когда он это говорил. Многие же готовятся и репетируют, что сказать, что сказать, что сказать. А никто не будет помнить, что ты говорил. Все будут помнить, что они чувствовали, когда ты это говорил. Поэтому имеет смысл продумывать не что, или так, не столько что говорить, а что ты собираешься чувствовать, когда ты будешь это говорить. Потому что они будут чувствовать ровно то же самое. Прямо то же самое, это будет совпадать. И они будут, совершенно верно. То есть если ты нервничаешь, они тоже будут нервничать? Совершенно верно. Если ты чувствуешь себя неловко, они будут за тебя или вместе с тобой чувствовать себя неловко. То есть ты ретранслируешь то ощущение, то состояние, которое несешь в себе, и аудитория подстраивается под это состояние, начинает чувствовать то же самое. А как же тогда ты объяснишь, бывает ведь такое, что человек нервничает, но при этом ему из зала реально говорят, что, слушай, ты так круто выступил, вообще не нервничал, как тебе это удалось? А он-то понимает, что он нервничал? Ну, действительно, 70% нашего волнения не видно со стороны. Мы не видим, как у тебя трясутся колени или сбивается дыхание, да, это на голосе, может быть слышно, там потеет спина, еще что-то. Ты изнутри ощущаешь условно 100%, а мы только 30% из этого. И тебе нужно прямо сильно волноваться, чтобы мы это заметили. Мы переоцениваем свое внутреннее волнение, это, кстати говоря, один из способов его преодоления, осознать, что тебя волнующегося не видят. И сосредоточиться на задаче. Хорошо, вот привлекли внимание, удалось это сделать, но этого мало, это еще полдела, потому что с какой-то момент внимание начинает ускользать постепенно. И нужно поймать, во-первых, этот момент, отследить его как-то, хотя ты занят тем, что ты рассказываешь, какую-то важную информацию. При этом нужно еще заметить, что люди начали потихонечку зевать, расходиться или смотреть в телефоны. И как удержать его долго, не просто на короткий отрезок времени, а на долго. Да, пошвыряли книжки, повыпускали комаров из банки. Билл Гейтс, ты помнишь, на одном из своих выступлений выпустил комаров, они стали летать по залу, и он сказал, почему, собственно, малярию должны, так сказать, получать только дети в Африке. Чем мы лучше или хуже, поэтому пусть они немножко полетают. И вот этот момент зацепил, зацепил. Или, например, на тренинге по стресс-устойчивости тренер понимает, что он теряет внимание. После обеда люди засыпают. И вместо того, чтобы включить очередной слайд, она берет в стакан воды и вытягивает руку вот таким вот образом. И говорят, друзья, сколько весит этот стакан, как вы думаете? Ну, вот как ты думаешь, сколько он весит? 200 граммов. 200 граммов. Сколько он будет весить через час? Ну, в моем субъективном восприятии. А в субъективном? Килограмм. Килограмм. А через три часа? Пять. Ну, а через день надо понимать, что он для меня будет весить какую-то тонну страшную. И вот ровно это же происходит с человеком, который испытывает стресс. Если ты думаешь о чем-то пять минут, это ничего не значит. А вот если ты думаешь об этом день, два недели, у тебя это захватывает полностью, тебя это может просто раздавить. Говорит она. А потом делает вот это. Есть разные способы борьбы со стрессом, уважаемые друзья. Есть экстремальные, такие как то, что я сделала сейчас. Но о них мы говорить не будем. Мы будем говорить о мягких и быстрых способах выхода из стрессовых состояний. Говорит она. И имеет внимание, казалось бы, аудитории, которая после обеда засыпает и так далее. Она теперь проснулась. На нее вроде бы воду не лили. Но внимание. Но эффект есть. Есть эффект такой, что как будто бы ты в ней немножко искупался, освежился и теперь готов слушать дальше. Круто, круто. Как еще удержать внимание? Да. Именно удержать внимание. Дело в том, что крючки внимания должны быть развешаны по всей речи более-менее равномерно. Если ты говоришь больше пяти минут, считай, что ты их потерял. Пациент мертв. Мозг через шесть минут без кислорода погибает. Больше пяти минут. А у некоторых доклады на сорок минут. На сорок минут. Каратенько минут на сорок. Поэтому через пять минут, если ты крючка внимания не использовал, можешь считать, что ты гарантированно их уже потерял. Давай расскажем, что это за крючки еще могут быть. Сократ сказал, заговори, я тебя увижу. Вот нужно говорить так, чтобы я не только слышал тебя, но и видел. То есть использовать образы в речи. Так, чтобы у меня перед глазами была так называемая кинолента видения. У Станиславского это кинолента видения. Директор компании выходит к сотрудникам и говорит, уважаемые друзья, наша компания как локомотив, она мчится вперед по рельсам. И я думаю, что вы рассчитываете на то, что машинист все знает. И знаете, контролеры прошлись по вагонам. И обнаружили, что некоторые пассажиры зайцы. И поэтому некоторые вагоны будут переставлены местами, а некоторые отцеплены. Через 15 минут вы узнаете, в каком вагоне окажетесь вы. Сильно. Говорю я. И спрошу у тебя, какие кадры в киноленте видения сейчас проходили? Ну да, яркая картинка, но у меня образное мышление хорошо развито. Наверное, у всех. 80% визуалов. Ну вот какие картинки ты видела? Что у тебя перед глазами было? Вот то, что ты рассказывал, то и видела. Поезд, зайцы, локомотив, железная дорога. Возможно, я даже не произносил слово платформа, но ты могла увидеть платформу. И твое воображение как бы достроило и вагончики, и рельсы, и билеты, возможно, и вот этих зайцев, которые бегают. То есть нужно давать пищу не только левому полушарию, то есть давать цифры, сроки, факты, имена, но и левому полушарию, так, чтобы люди не слушали твою речь. И так, не столько слушали твою речь, сколько смотрели твою речь. Пробовали ее на вкус, трогали ее, чтобы можно было в нее погрузиться не в 1D, а в 5D. То есть рисовать картинки. Рисовать картинки. И приглашать людей в путешествие под названием «Речь». Хорошо. Если перед тобой аудитория холодная, немотивированная, вот им, не знаю, их заставили условно прийти, отсидеть этот целый день, слушая разные выступления, им это вообще не надо и неинтересно. А твоя задача, чтобы они что-то вынесли после твоего выступления, как с такими людьми работать? Да, у меня была история, когда девушка должна была проводить в группе из 120 рабочих презентацию на тему ценности компании, которая называлась «Mission and Vision». И презентация проходила каждую субботу в 9 утра. Ну, то есть вроде в нерабочее время люди должны были прийти просто потому что стандарт. И ей нужно было как-то с этим жить. Ну, а работяги и девушка 25 лет, это вот две разных вселенных, поэтому ей пришлось проделать двойную домашнюю работу. Пойти в цеха, поговорить с Филипповичем, сфотографироваться с Филипповичем, поговорить со своим дедом рабочим, найти его черно-белую фотографию с гаечным ключом. То есть найти точки соприкосновения своей реальности с той реальностью, в котором живут эти работяги. И начать с того, что у нас общего. У нас очень мало общего, но она проделала эту домашнюю работу и нашла. Что она сделала еще? А когда работяги заходили, она включила песню «А нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим». Ну, потому что они помнят советское прошлое, выполнение планов, ну, какую-то ориентацию на ценности. И вот это вот мы за ценой не постоим. И рассказ о дедушке-ветеране Великой Отечественной, который еще и на фотографии черно-белой, на одном из слайдов появляется с гаечным ключом, таким же, который держат и они в своей повседневной реальности, сразу же включает и располагает. И от этого уже мостик к ценностям и этой компании можно сделать гораздо легче, чем если ты просто выйдешь и скажешь «Добрый день, уважаемые господа, не дай бог». Значит, да, меня зовут Елена, а сегодня тема нашей презентации – это «Мишен и вижен». Все, аудитория потеряна. Конец. Тут уже лей воду, не лей, неважно. Совершенно верно. Хорошо, если перед тобой сидит такая, знаешь, статусная аудитория, твои боссы, твое руководство, начальство, или же акционеры, или какие-то топ-клиенты, как с такими искушенными людьми себя вести? Да, с ними воду не польешь, как это, красный нос не оденешь, тебя не поймут. И здесь главный принцип – это краткость. Если тебе говорят, что на встрече с первым лицом компании у тебя будет 20 минут, не верь. Будет 5. У тебя будет 2, скорее всего, да. И ему будет водитель писать, там, Валентин Петрович, мы вылетаем, пробки, и он тебе скажет, давайте сразу к сути, перематывайте. И здесь важен принцип «закидывай, подсекай». Что значит «закидывай»? Это значит, что до презентации ты поговорил со всеми людьми, влияющими на его решение. Потому что первое, что он у тебя спросит, а ты с финансовым поговорил, а ты с айтишниками обсудил, а ты с логистами это как бы… Он будет кидать дротики в твою идею на тему, а где ты ее обстучал уже сам. Если эта идея звучит впервые, то есть ты не закинул удочки и не проделал вот эту домашнюю работу, считай, что 99,9, как бы ты ни выступал, какую бы воду ты там ни лил, она будет перечеркнута, эта идея. А вот если ты задал вопрос, который находится в повестке босса, ну у него там в повестке импортозамещение, или у него в повестке double-digit growth, вот у него такой прибыльный рост с двойными цифрами, вот он на этом помешан. И ты выходишь, и первое, что произносишь, как нам достичь прибыльного роста двузначного в следующем квартале. Мы поговорили с финансовым директором, с айтишниками и с логистами. Решение заключается в том, чтобы пам-пам, готов ответить на вопросы. Обзац текста, ты выступаешь вдвое меньше, чем ожидал сам босс, а все остальное время оставляешь на вопросы. Ошибка большинства заключается в том, что мы пытаемся запихнуть максимум, не оставляем времени на вопросы, потому что мы их боимся, и попадаем в ту же самую ловушку. Для многих, я думаю, будет актуальным вопрос, как попросить повышение зарплаты. Потому что я думаю, что в руководстве сразу же пропадает интерес, и как только прозвучит эта фраза. Как здесь правильно себя повести? Может быть, какие-то есть интересные лайфхаки, расскажи о них. Чтобы получить повышение, нельзя просить о повышении. Чтобы получить внимание, нельзя просить внимания к нашей с тобой теме. Почему? Потому что босс будет думать о том, какую пользу ты можешь принести бизнесу. И именно об этом и стоит поговорить. Ты приходишь не с предложением повысить мне зарплату, а с предложением повысить эффективность бизнеса. А потом логичный вопрос, что бы ты хотел за реализацию предложенного тобой проекта. И вот в ответ на этот вопрос я уже подготовлю свои зарплатные ожидания. Поэтому приходи, сначала дай, потом проси. Тут такой принцип. Хочешь получить внимание, дай внимание. Лучший способ получить внимание, уделить. Что это значит? Это значит, что ты подумал о своей аудитории, ну, например, за две, за три недели до выступления. И она это чувствует. Ты проделал домашнюю работу, ты сделал работу вместо нее. И совокупное время всех людей, кто пришел к тебя слушать, дешевле, чем та польза, которую ты им принес. Во всяком случае, они на это надеются. И твой босс, если ты выступаешь перед ним, надеется, что то, что ты ему принес, дороже, чем его драгоценное время. И если вдруг ты выступаешь, исходя из чего-то противоположного, из серии, извините, я не займу у вас много времени, я буквально чуть-чуть, но это уже мы пролистаем. Понимаешь, ты посылаешь месседж, это не ценно. Так пролистывай и садись. Как это? Хватаешься за бокал и говоришь, я, конечно, не оратор. Можешь сразу садиться. Ты не оратор, садись. Я совсем чуть-чуть пришел попросить, не надо чуть-чуть, иди работай. Я не займу у вас много времени, не надо вообще занимать нашего времени. А с чего начинать лучше? Вот какая-то фраза есть, такая универсальная? Универсальной нет, но есть так называемый прием обратного представления. Большинство из нас как начинает выступление? Здравствуйте, меня зовут, сегодня моя тема, спасибо, что пришли, для меня большая честь. Ну, то есть, каких-то формул вежливости. А потом мы говорим, знаете, когда я готовил эту презентацию, я засомневался. А про тайм-менеджмент, например, идет речь. Я трижды опоздал за один день. Вчера два раза, и сегодня еще один. Я сапожник без сапог. Могу ли я что-либо говорить об этом? Вот с этого ты должен был начать. А потом сказать, меня зовут Иван Петровский, и в течение следующих 15 минут вы узнаете, как сэкономить свое время и получить чего-то там. Вот. А обычно мы начинаем сначала с формул вежливости. Да, это я здесь с тобой согласна совершенно. А не будет ли это, вот ты просто только что рассказывал, что я не займу вас много времени, вообще не надо занимать, а сапожник без сапог, тогда вообще зачем? Не надо нам сапожник без сапог. Ты прямо берешь, допустим, пишешь текст, план, выкидываешь весь первый абзац с приветствием, с представлением, с регламентом, вот со всеми этими формулами вежливости, и начинаешь со второго абзаца, тут же. Потому что во втором абзаце, как правило, у людей, вот сколько я их слушаю, у них более интересная идет информация, чем в первом абзаце. Можно в принципе не говорить вот все эти приветствия. Ну, немножко невежливо, ну да, это провокация. Да, это вызов. Возвращаясь к компании друзей, какой-то вечеринки, тусовки, как там привлекать внимание, когда ты вроде, ну, неважно, знаешь ты их или, может быть, не знаешь, но тут уже не выйдешь и... Больно мне больно не унять эту злую боль. Я смотрю на этого человека и понимаю, как больно мне было без него шесть месяцев, я не видел его, друзья мои. Вот он, Валентин, золото ты наше. Да, вы понимаете, да? То есть даже если там какой-то шум, балаган, ты должен начать на повышенной энергетике. Вычислить легкую паузу, а она всегда возникает, рано или поздно. Момент тишины я это называю. И впрыгнуть в этот момент тишины с каким-то восклицанием, ну, я себя обычно готовлю фразой «нифига себе». Ну, то есть я прям про себя говорю «нифига себе». А дальше приходит нужная фраза, с которой я мог бы начать. А вслух ты можешь сказать «нифига себе». Можно, кстати, почему бы и нет. Конечно. Вот. Ошибкой, понятно, было бы «минутку, внимание». Да, да, тут по стаканчику еще по бокалу постучать. «Дзинь, дзинь, друзья мои, ну почему вы меня не слушаете?» и так далее. Поэтому впрыгиваешь в момент тишины и с восклицания, начинаешь с восклицания. Хочешь удивить кого-то, просто удивись. Вот это же вот «нифига себе», это же удивление. Вот то же самое с вниманием. Хочешь получить внимание – удели внимание. Хочешь удивить – удивись. Хочешь раскрыть их – раскройся. Тут вот момент просто обращает то, что ты хочешь от другого на себя. Действуй в этой конве, и успех тебе успеет. Да, это очень интересно. А если что-то произошло, ну что-то произошло, погас свет, какая-то техническая неполадка или неполадки, кошка пробежала, не знаю, на сцену вышла. То есть то, что внимание аудитории резко отвлекает. Не в твою пользу. Да, то есть что делать, когда что-то пошло не так? Как на это реагировать? Если все идет так, считай, что у тебя проходное выступление. В лучшем случае ты на четверку с плюсом его проведешь. Все. А на пятерку с плюсом ты его проведешь тогда, когда что-то пойдет не так. Потому что жизнь всегда врывается в план и делает твой план живым. Иногда даже люди специально планируют срыв сценария и закладывают его в свое выступление. На моей памяти был профессор в университете по квантовой механике, читал лекции. Я совершенно этой темой не интересовался. Но слышал, что он крутой спикер, пришел однажды к нему на лекцию. И что ты думаешь, московская аудитория, залетает летучая мышь. 300 человек, откуда она взялась? Лето вроде бы. Обычный бы профессор, наверное, сделал бы вид, что ничего не происходит. А он сказал, возьмите телефон и, пожалуйста, наведите на летучую мышь, сфотографируйте, посмотрите на изображение и попробуйте вычислить ее положение в пространстве. Формула Гозмана на доске позволяет вычислить положение в пространстве в квантовой механике. Вопрос про летучую мышь будет на экзамене в понедельник. Может, это он сам ее запустил? Может, и запустил. Но если быть серьезным... В этом уже история умалчивает. Да, если быть серьезным. Эд Хелмс, например, известный актер, выступает перед выпускниками университета Вирджиния. На него нападает муха. Он читает по бумажке. Никто не помнит речь, все помнят муху. Потому что муха здоровенная, но он точно ее не запустил. Она лезет ему в глаза, в нос, в уши, везде. Она не дает просто ему говорить. И он обращается к муху и говорит, дорогая, ты, наверное, из университета Вирджинии. А Вирджиния это злостный конкурент Джорджии. И, значит, студенты взрываются смехом. Он продолжает общаться с мухой некоторое время. Потом муха улетает, и он возвращается в бумажку. И все разочарованы. Потому что муха сделала его речь. Больше уже ничего не надо было говорить. Поэтому здесь принцип какой? То, что нам мешает, то нам поможет. Помогает. Если ты не борешься с этим раздражителем, а вплетаешь его в ткань своей речи, и делаешь связку между мухой, летучей мышью, кошкой, или что там у тебя произошло, и главной темой своего выступления, вот тогда все становится не с вами. Сказать, это же нужно быстро среагировать, моментально, чтобы это было еще как-то смешно. А для этого техника нужна. Как потокроваться? Обрадоваться, обратить внимание, обратить на пользу. Я мысленно должен обрадоваться тому, что не включился проектор, пролилась вода, кликер не работает, летучая мышь залетела. Отлично! Здорово! Коллеги, следующая фраза. Обратите внимание, у нас технический срыв. И это хорошо, потому что... И дальше ты делаешь связку с темой своего выступления. Почему сейчас ты не можешь сконструировать эту связку? Потому что мы не придумали тему. Как только ты мне дашь тему, например, управления временем, управления стрессом, как выступать на телевидении... Ну, например, новые санкции против России. Новые санкции. Прекрасно. Залетела летучая мышь, и ты понимаешь, что мы знаем уже все санкции, но таких мы и не видели, друзья. Пожалуй, имеет смысл подготовить план реагирования на эту летучую мышь. Условно говоря. Поэтому, если ты знаешь свой месседж и держишь его в голове все время, и имеешь вот эту технику трех О, то есть обратил, обрадовался, обратил внимание, обратил на пользу, тебе не страшен никакой эксцесс. И больше того, ты сможешь усилить свою речь именно благодаря тому, что что-то пошло не так. Ну, хорошо. Но это мы с тобой сейчас обсуждаем, когда аудитория лояльная, расположенная и позитивно к тебе относится. Но так бывает не всегда. Бывает агрессивно настроенная аудитория. Бывает, что томатами, помидорами кидаются, бананами, не знаю, ботинками. Чем только не бросаются. И таких примеров масса. Как с такими людьми работать? Слушай, я вспоминаю про тухлые яйца, которые там летели у Шварценеггера, когда он подавал свою кандидатуру на главу Калифорнии. Значит, попали яйца, и он выходит на сцену, с него сняли этот пиджак, он говорит, кажется, один из парней должен мне бекон. Ну, что за яйца без бекона, в конце концов? А если быть серьезным, я за свободу речи, свободу слова в этой стране. Я выступаю. И дальше мостик к политической повестке дня. Что сделал, например, Никита Михалков, когда в нему те же самые яйца полетели? Он сказал, так, поймайте его быстро, идите сюда, ведите его сюда. И при всех его просто избил. Потому что охранники его держали, а он его отметилил. А потом еще дал интервью, как классно он его отметилил. Вот, две реакции на одни и те же яйца. Ну, там, в Буша летят ботинки, известный пример, когда он говорит, так, ботинки, кажется, 42-го размера. Этот парень хотел привлечь в себе внимание, именно это и происходит в демократических обществах. И это одно из наших достижений в работе с вашей страной, где бы он ни был. Поэтому обрадовался, тот же принцип, да? То же самое. Абсолютно. Обратил внимание, то есть нужно, нельзя игнорировать. Ты обратил внимание и на ботинки, и на яйца, и на парня, который его кинул. Потому что все про него думают. Все думают про ботинки, муху, яйца, летучую мышь. Не про твою тему. А дальше ты заставил его работать на тему благодаря этой связке. Мостику. Благодаря мостику. Между тем, что произошло в моменте, и тем, что тебе важно донести. Иногда это бывает через связку, ну, а если серьезно? Или, ну, а если возвращаться к нашей теме? Или, а как это связано с тем, зачем мы здесь собрались? У тебя были такие ситуации, когда что-то в тебя летело? Прям ботинки, яйца, к сожалению, ой, я сейчас сказал к сожалению, а ведь они полетят. Я видела одно, один из роликов твоих, где в тебя бросают кусок торта. Расскажи, что это было. Это прям целый торт, да. В меня действительно летел торт буквально вчера. Целый, большой, с кремом, клубникой. Я был в белой рубашке. И мне нужно было как-то на это реагировать. Но я был готов к этому торту. И даже при том, что я был к нему готов в первые секунды, я не мог реагировать. Две десятых секунды – это рефлекторная реакция. Ах, вы сволочи, что же вы делаете там? Поэтому надо дать себе выдохнуть. Осознать, досчитать до десяти. Дать себе вот эту паузу. Выругаться про себя матом, если надо. Взять в руку какой-нибудь предмет, ручку, сильно его сжать. Или напрячь, например, правую стопу так, чтобы пальцы прямо впивались в подошву. То есть заземлить то напряжение, которое у тебя возникло рефлекторно в связи с вот этим раздражителем. Мне кажется, я делал все одновременно. Я и сжимал, и там, и ругался, и все вот это. А потом мне нужно было продолжать, делая связку между тортом и главной идеей видеокурса. Это был сценарий, надо зрителям сказать. Пояснить, что это был сценарий у тебя. Это не то, что там в тебя запустили тортом просто потому, что кому-то не понравилось то, что ты говоришь. Да, это был сценарий видеокурса, битва за внимание, как быть услышанным. И я был готов к тому, что в меня торт полетит. И тем не менее, реакция все равно рефлекторная была не подготовленная. Поэтому мне нужно было снимать это напряжение и делать связку между тортом, который только что попал мне в лицо, и темой, которой я сейчас... И как ты это сделал, эту связку? Связка... Друзья, что если кто-то запустит вам тортом в лицо? Что вы почувствуете в этот момент? Шок, оцепенение, вам захочется выргутся матом. И вы можете это сделать в первую секунду. Но про себя. Да. Дальше выдох, досчитали до 10, обрадовались, обратили внимание, что только что сейчас произошло. Шок и как из него вылезать. Наша тема, как преодолеть экстремальный стресс и справиться с нападением. Вот об этом был ролик видеокурса, и об этом я продолжил свою речь, когда умылся, переоделся и сделал уже мостик между тортом и тем смыслом, который пытался до зрителей донести. Сейчас абсолютно бесполезна говорящая голова. Приходится на съемках видеокурса кидаться тортами, приглашать друзей, актеров. У меня папа был на съемке, дочь моя, друзья, актеры. Чтобы зацепить внимание. Чтобы зацепить внимание, потому что люди хотят Голливуда. Они не хотят, чтобы их учили и лечили. А у меня профессия такая, обучать. Поэтому я обязан сделать это весело, соединив шоу и полезный контент так, чтобы шоу не оттянуло на себя внимание. В чем был челлендж этого торта? Люди думают о торте потом больше, чем о контенте. Конечно, потому что это яркая картина. Если я не смогу перетянуть внимание на контент, то считай, что я проиграл. Вот это вот соединение контента и шоу – отдельный вызов. Скажи мне, от каких навыков, в кавычках специально говорю, привлечения внимания нужно точно отказаться? Я бы сказал, что это не навыки, а отношения. Вот отношения, что мне нужно внимание любой ценой, с нему надо попрощаться. Я покажу вам котят. Теперь, когда я привлеку ваше внимание, поговорим на серьезную тему. Ёлки-палки. Ну, что ты с нами делаешь вообще? Давайте немножко сейчас я включу громкую музыку, а вы похлопаете в ладоши. Встаньте, пожалуйста. Сядьте, пожалуйста. Ну вот, теперь мы взбодрились и можем говорить на серьезную тему. Слушай, дорогой, мы взрослые люди, да, мы хотим понимать, зачем происходит что-то в каждый момент времени. Не надо делать так с нами. Поэтому, используя какую-то зацепку или крючок внимания, ну, будь добр, объясни нам, зачем ты это делаешь. Тина Канделаки, женский форум Синергии, спрашивает у предпринимательницы, поднимите руки те, кто считает, что это она несет ответственность за свои неудачи и провалы. Полный зал рук. А теперь поднимите руки те, кто считает, что в ее неудачах и провалах виновата погода, неудачные дни, плохой начальник, никто не поднимает руку. И она такая, что, все такие ответственные, что ли? Давайте поговорим о том, как брать ответственность на себя. Ну, вроде бы она использовала крючки внимания под названием «поднимите руки те, кто» и задавала в аудитории вопрос. Все как бы делала правильно. Но у аудитории не мой вопрос. Тина, мы тебе только что сказали, что мы согласны с тем, что надо брать ответственность на себя, и мы берем ответственность на себя. Зачем ты нам будешь это 40 минут рассказывать? А как надо было? Так как надо было? Какие вопросы задавать вместо этого? Друзья, встаньте, пожалуйста, те из вас, кто считает, что надо брать ответственность на себя. Встали все. Прекрасно. А теперь сядьте, пожалуйста, те, кто всегда берет ответственность на себя в реальности. Часть людей может быть села. Те, кто остался стоять, друзья, давайте поаплодируем тем, кто сели. Спасибо вам большое за вашу честность. Мы все знаем, что надо делать зарядку, но только маленький процент ее реально делает. Давайте поговорим о том, как воплощать взятые на себя ответственности в реальности. Ну, как вариант. То есть ты, да, ты играешь с аудиторией, но ты не играешь в аудиторию. Ты играешь вместе, а не против нее. Аудитория интуитивно очень хорошо эти моменты чувствует. Один из способов привлечения и удержания внимания некоторые эксперты называют конфликтные ситуации. Искусственно, возможно, созданные конфликтные ситуации. Как ты к этому относишься? Позитивно. Что это может быть? Какие-то примеры тоже из жизни можешь привести? Называешь какое-нибудь утверждение, с которым точно не согласятся все сидящие в зале. Ну, там, какое-нибудь собрание по поводу смысла жизни и Бога. Человек выходит, верующий, и говорит, например, что Бог — это абсолютно бесполезная вещь. Давайте, пожалуйста, те, кто со мной не согласен, выходите на сцену. И начинаются некоторые дебаты вместе с ним. И аудитория поляризуется. Кто-то поддерживает этого оратора, кто-то этого. Я прошу вас пересесть на правую сторону те, кто согласен с Виктором, на левую те, кто согласен со мной. Ты парализовал аудиторию. Желательно, чтобы прям 50% были за, 50% против. А потом происходит развязка, в которой оказывается, что и те, и другие вроде бы по-своему правы. Да, потому что категория пользы к Богу неприменима. Например. То есть конфликт — это вызов через фразу, с которой точно не согласится большинство, и через столкновение двух противоположных точек зрения. Провокация, конфликт — это хороший способ привлечь внимание. Главное, чтобы аудитория не заподозрила манипуляцию. Вот какая штука. Ну и главное, чтобы они там все не передрались в какой-то момент. Да, конфликт должен быть управляемым. Ты должен понимать, в какой точке ты будешь останавливать этот конфликт и переводить созданный тобой искусственный деструктив в конструктив. Да, это уже высший пилотаж, как мне кажется. Это высший пилотаж. Давай поговорим вот о чем. Мы сейчас все живем в новой реальности. Теперь мы очень много времени проводим в онлайне. Зум — наше все. Нравится нам это или нет, но придется, видимо, так жить. И многие встречи, собрания, что еще, какое-то общение проводить по зуму, по скайпу, в общем, онлайн. И вот там намного сложнее удерживать внимание и привлекать, и удерживать. Во-первых, почему? Казалось бы, ты дома, ты расслаблен, ты в своей знакомой обстановке. Но почему так сложно достучаться до людей по ту сторону экрана? Да, действительно, нас смотрит каждый в своей клеточке. Один, даже если их 200 или 2000, каждый нас смотрит один. То есть ты здесь не разбрызгиваешь шампанское, а ты доставляешь бутылочку каждому. И в случае с выступлением очным происходит эмоциональное заражение. Двум-трем ты понравился, они захлопали, все захлопали. Здесь ты двум-трем понравился, они, может, у себя там где-то и захлопали. С выключенным звуком. Но про это никто не узнал, даже ты. То есть нет отдачи энергии. Нет отдачи энергии. Более того, нет обмена энергии между участниками. И если в очном выступлении ты мог, например, компенсировать недостаток контента личной харизмой, то в онлайне тебе придется поработать над контентом в два раза, в три раза больше. И вовлекать не каждые шесть минут. Мы с тобой говорили, да, что если через шесть минут ты не зацепил их ничем, считай, что они уже умерли. А каждые 30 секунд. Каждые 30 секунд ты должен дергать свою аудиторию. Как это делать? Друзья мои, прямо сейчас я сказал фразу, с которой многие могли бы не согласиться. Мы должны прекратить скидки. Поставите ноль, если вы не согласны, и десять, если вы полностью поддерживаете меня. Говорю я свое... То есть все время вовлекать их. Да, люди обожают судить и рядить, да, они обожают быть членами жюри, они обожают ставить оценки. А главное это просто. Ноль, десять, восемь, семь. Виктор, спасибо, Виктор, поставил ноль. Марианна поставила десяточку, можно ли попросить вас в прямой эфир. Объясните свою оценку, Марианна. Пожалуйста, выходит Марианна, что-то говорит, и все вовлекаются, потому что Марианна это часть аудитории здесь. В этот момент обычно у меня экранчики включаются, люди что-то добавляют в чат. То есть дай им возможность оценить и объяснить свою оценку. Например, так. Очень многих людей в момент выступления, в момент, когда ты выступаешь, а они находятся по ту сторону экрана, в зуме, выключены камеры. Да. Вот как ты к этому относишься и как ты обещал мне рассказать, как заставить людей включать камеры, что у тебя есть способы и лайфхаки. Делись. Да, я подглядывал за дочерью, у нее есть мантра «бум-бум-бум, выходи скорее в зум». Да, я окей, ты окей, начинай эфир скорее. Главное, чтобы ты входил в эфир с нужной энергетикой. И тебе ее нужно в два-три раза больше в онлайне, чем очно. Потому что люди на самом деле, даже на серьезной теме, приходят за хорошим настроением. Если ты его даришь с первых секунд, они более склонны отвечать тебе. Дальше. Хорошо бы согласовать правила игры до онлайн-встречи, что у нас включены камеры. Часть проигнорируют это, даже большая часть проигнорируют. Но те 10%, которые не проигнорируют, уже будут тем костяком, на который ты сможешь полагаться. Третий момент. Смотри в черную точку. Это самое сложное. Потому что когда мы говорим, вот вживую сейчас, я вижу живого красивого человека перед собой, мне хочется говорить еще и больше. А если я, например, смотрю вот сюда, то я не получаю ответа. Поэтому важно сохранять этот вот фокус внимания. Метод дверного глазка. Представляете, что это черная точка, это дверь, за которой друзья, они пригласили вас. Но вы опоздали. Вы пришли с тортом и шампанским. С той стороны двери открывают не ваши друзья, а друзья друзей, которые под шофе, они смотрят вот так в глазок. И думают, открывать, не открывать, что за тип вообще-то пришел. А ты им показываешь торт, шампанский, говорит, ребята, откройте, это я. И вот если ты так относишься к своему дверному глазку-черной точке, то люди чувствуют эту энергию. Ну, телеведущие знают про это с 50-х годов. Они общаются с этим объективом, а простым людям это сложно. Поэтому я предлагаю метод дверного глазка, который повышает вероятность включения этих самых веб-камер. Ты можешь и впрямую просить, но в большей степени это зависит, а, от присланных правил, б, от твоей энергетики, ц, от того, смотришь ли ты сам веб-камеру, включил ли ты сам эту камеру, да. Ну, а дальше уже, друзья, мне одиноко, я чувствую себя в программе Дом-2, когда вы меня видите, а я вас нет. Включите, пожалуйста, свою камеру. Марианна, Виктор, Максим, спасибо, что включили. Поощряешь тех, кто делает это. Не обращаешь внимания на тех, кто не делает. То есть не наказываешь тех, кто не включает камеры. Но тех, кто включает, ты прям называешь по имени. И снежный ком включается, люди присоединяются, присоединяются, все больше включенных камер. Смотри, если вот как раз в онлайне что-то пошло не так. Помнишь вот этот известный ролик, который вирусным стал мгновенно, когда, по-моему, профессор или какой-то доцент, выступая в прямом эфире BBC, к нему неожиданно в комнату, в кабинет ворвались дети. Да. И там куча миллионных просмотров. Да, это круто. Да, это круто. Но он как-то отреагировал там странно. Он отреагировал естественно. Именно благодаря естественности этот ролик и стал таким вирусным. Ну да. Мы бы, ну каждый из нас, наверное, так себя почувствовал. Вот. И что-то пошло не так. И это здорово. Потому что иначе бы он не стал таким популярным. Вот. Можно было бы сделать связку между детьми, которые забежали в комнату, и текущим выступлением. То есть не пытаться их задвинуть и спрятать. Да, как он сделал. А прямо пригласить и сказать, вот мои помощники и ассистенты, которые многое знают по теме нашего общения. Вот. Ну а дальше уже жена там пришла, не пришла. Это второй вопрос. Но ты не пытаешься подавить то, что вторглось в ткань твоей презентации, а ты пытаешься вплести это в ткань твоего выступления, как если бы так и было задумано. Ну то есть такая же реакция должна быть, как будто ты выступаешь публично. Да. Обрадовался, обратил внимание, обратил себя на пользу. Ну и, Сергей, в заключении. Лайфхаки, советы, рекомендации. Как привлекать и удерживать внимание, даже когда что-то пошло не так? Ты знаешь, я провожу эксперимент на своем тренинге «Живая презентация». Я прошу одну группу сделать самую живую в мире презентацию, а вторую группу участников – самую мертвую в мире презентацию. А всех зрителей оценить, у кого живее, у кого лучше получилось. Как вы думаете, у кого получается лучше? Кто мертвое делал? Как вы думаете, почему? Они не старались, не знаю. Они включили здоровый пофигизм. На них не давило ожидания. Они отключили, они сказали своему внутреннему критику и своему внутреннему перфекционисту пойти погулять. И за счет этого у них включился креатив. Они были менее ожидаемы, они были менее стереотипны. И поэтому люди ставили им оценки 9-10 баллов, хотя эти старались. Те, кто делал живую презентацию, они старались. Но получили 6-7 баллов. Да, окей, хорошо, но мы это примерно видели. А вот те, кто старался мертвую презентацию сделать, почему-то оказался живее всех живых. Так вот, битва за внимание, на самом деле, иногда кажется, что это битва за человека. Вот когда ты отпускаешь этого критика и отпускаешь стремление казаться лучше, чем ты есть на самом деле, вот тут-то и происходит победа в битве за внимание. Чаще всего привлекать внимание нам мешает стремление казаться быть серьезным. казаться серьезным. И в попытке быть серьезным мы оказываемся скучными. Мы хотим быть вежливыми, а быть скучным невежливо. Вот что я хотел бы сказать тем ораторам, которые застегиваются на все пуговицы, там, рубашки, пиджака, и боятся нестандартных решений в общении. Они боятся быть неожиданными. Ну что я буду как клоун, говорят они. И поэтому боятся экспериментировать. И проигрывают в битве за внимание, выступая, как все, плюс-минус шаблонно, да, безопасно, да, ожидаемо, ну, как бы окей, да, мы это видели. Спасибо. Вежливый аплодисменты. Как вы классно выступили. И все вот это. На самом деле пришло другое время. Времена поменялись. Твой статус – это не обязанность соответствовать ожиданиям, а это степень свободы в общении. Ты можешь использовать статус как степень свободы и экспериментировать. В попытке казаться серьезными мы оказываемся скучными. А вместо этого хорошо бы начать быть нескучным. Даже стандартная тема, вот ты спрашивала, обычная тема, инструкция по безопасности, стюардесса где-нибудь, Детройт, Лос-Анджелес. Она выходит и говорит, уважаемые пассажиры, я знаю, что вы не слушаете обычную инструкцию по безопасности. Обратите внимание, как подсвечен проход в нашем самолете, ваши дети будут бегать по нему. Когда погаснет табло, пристегните ремни. Кстати, напоминаю, что самолет путешествует в 10 раз быстрее, чем автомобиль, и здесь ремни понадобятся вам в 10 раз. В 10 раз больше. Наверное, вы слышали эту последнюю песню, где поется про 10 способов уйти от любовника. Я напомню, что есть 6 способов уйти из этого самолета. Два в передней части, два в средней, два в хвостовой. Как ты думаешь, как реагировали пассажиры? Аплодировали. Они пристегнулись? Да, конечно. Я не могу это подтвердить, потому что я не был на том рейсе, но мои американские коллеги мне пересказывают это, и я пересказываю это другим людям в другой стране через 15 лет на другом языке, понимаешь, да? Просто какой-то человек или какая-то авиакомпания решила говорить с людьми, как с людьми. Золотые слова. Да. И теперь им даже не надо ничего говорить, они уже пристегнулись. Им весело, потому что они летают этой авиакомпанией. Поэтому, когда у меня спрашивают, а как нам инструкцию по безопасности в 101 раз прочитать, ту-дун-ту-дун, можно, если захотеть. И твои рекомендации? Мои рекомендации – не гонитесь за вниманием, потому что секрет победы в битве за внимание в том, чтобы прорваться к человеку, открыться, чтобы открыть, удивиться, чтобы удивить. Аудитория это чувствует. Не играйте в аудиторию, играйте вместе с аудиторией, и она вам отплатит своим вниманием. Спасибо большое, Сергей. Это был Сергей Кузин и Марианна Минскер. Всем любви и внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok